Я человек военный и не привык жаловаться, но сил терпеть больше нет. Говорит мужчина и просит не показывать его лица. А проблема, с которой он к нам обратился, знакома практически всем. Неудовлетворительная уборка улиц и тротуаров от снега. В его случае это район филиала БашГУ. Тропинка узкая, вообще не чистят уже. Я не знаю, раньше чистил трактор неделю один раз. А сейчас снега такие пошли, никто не чистит. Невозможно. Если навстречу кто-то идет, сугроб надо здесь пропускать. Оказались в снежном плену и многие дворы Нефтекамска. Причем речь идет не только об окраинах города, но и о его центральных улицах. А местные жители даже затрудняются вспомнить, когда к ним заезжала спецтехника. Ну, наверное, неделю или больше. Вывезли снег или просто так? Нет, они сгребали. Вот машины буксуют и грузовые идут, привозят сюда, буксуют. И легковые. Вчера только буксовала. Было маленький оттеп, и буксовали машины. Двор за двором и проезжали улицы города, и практически везде одна картина. Но даже если внутриквартальные парковки, дороги и очистят от снега, то о его вывозе регулярно забывают. Хотя, согласно нормативам, по уборке дворов максимально допустимая высота снежного покрова на газонах – 80 сантиметров. Согласно нормативам, снег во дворах должен вывозиться не только с парковочных мест и тротуаров, но в том числе и с детских площадок. Но, как мы видим, вот здесь полей не на 40. Вся площадка в плотном снежном плену. И детская забава здесь самая любимая. Скорее всего, царь горы, а не качели. А широкие городские тротуары и аллеи с современным освещением напоминают больше проселочные дороги и козьи тропы. Неудовлетворительную оценку работе по очистке дворов от снега дал и депутат городского совета. Сходя из того, что мы видим, что сейчас вот этот центр города, Ленина-38, ну, мягко скажем, неудовлетворительная работа обслуживающей компании. Причем, даже если мы посмотрим, как происходит очистка территории основных улиц города, компании ГКС, и что у нас сегодня происходит во дворах, это небо и земля. Здесь вот, ну, как минимум две недели не появлялся трактор. Какой-либо реакции на обращение жителей, в том числе и мое обращение, обслуживающей компании нет, они как не реагируют. И если мы в целом проедем по городу, то посмотрим, что это не только проблема одного конкретного двора, но и в целом всех дворовых территорий города. Не справляется, к сожалению, обслуживающая компания. Может быть, это нехватка техники, может быть, это недолжное финансирование, но это вопросы внутренней компании. Они не должны волновать простых жителей. Жильцы могут контролировать процесс уборки и при необходимости подавать письменные претензии касательно качества и чистоты проводимых работ в своей управляющей компании. Если не последовало реакции, то обращаться в суд. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей. Марина Медвинская, Валерий Зазулин.